Во время майских праздников, когда народ заслуженно отдыхал, отчаянно путая номинальные рабочие дни с официально праздничными, парни с фонда «Город без наркотиков» совместно с наркоборцами в погонах, что работают совсем без выходных, ибо служба дни и ночи, успешно вывели на чистую воду весьма крупную рыбу, владельца целого интернет-магазина с наркотой, а точнее даже целых двух таких магазинов. В результате целой цепочки оперативно-розыскных мероприятий, наркоконтроля Главного управления МВД по Свердловской области и их коллег из 4-го отдела полиции, что базируется на Бардино-41, была постепенно установлена личность местного юго-западного жителя, 30-летнего Евгения, который уж сильно соответствовал всем требованиям к подозреваемому кандидату на должность барыги-держателя магазина. Когда уверенность в этом зашкалила за 100%, его решено было пиндикрючить. По месту прописки на углу Бородина-Чкалова он не обитал, но на той же улице Чкалова, только уже в глубинах ОНЦ и Краснолесье, снимал он квартиру в десятиэтажном домике вместе с бывшей женой, уже на правах сожительницы. Вот там-то и нашлось. Более чем все нашлось. И сам Евгений Андреевич начал понимать, чем дело пахнет. С лишним это было очень мягко сказано. Но и без ОНОВА. Даже ровно 100 граммов мефедрона – это в 40 раз больше порога крупного размера. И очень даже хочется спросить, это что, хранилось все просто так? Ну, чтобы не пропало? Или как? То есть, которые там наркотики, это все для тебя, да? Для личного водорогляния? Для чего? Для сбыта. Вот. Хранение с целью сбыта, с точки зрения УК – это ровно то же, что и, собственно, сбыт. А тот хор самых умных, которые сейчас набирают в легкий воздух для того, чтобы выдохнуть что-то типа «Вот дебил, зачем он себе сбыт» наговаривает, попросим выдохнуть все же беззвучно. Ничуть он вас не дурнее. А то, глядишь и продуманнее раз в тысячу. Этот Женя в свое время начинал рядовым пехотинцем-закладчиком. Потом поднялся по служебной лесенке до оптовика, четко изнутри отразил для себя все механизмы и нюансы наркобарыжества онлайн и решил, что уже созрел до собственного магазина. Замастырил лавку под названием «Марафет». Показалось мало. Организовал еще один магазин, назвал «Новый русский». «Марафет» вскоре заблокировали за нарушение правил игры на бильярде. А с «Новым русским» он продолжал активно банчить и нанимать пехоту и пушечное мясо в виде закладчиков. «Кто еще с тобой работал? На тебя помогал-то и кто?» «Все. Кто заработал денег? Все тоже заработали денег». «Конкретно можешь сказать? Хорошо, закладки ты сам раскладывал или кто-то раскладывал?» «Сам раскладывал. А кроме тебя кто еще раскладывал?» «Нас и все. Как сказать, подельники». «Подельники». «Сколько человек?» «Четверо». 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 В квартире, кроме ста с лишним граммов мефедрона, электронных весов, изоленты, магнитов, пакетиков типа «Зиплок», обнаружился и системный блок компьютера, а в нем вся-вся-вся подноготное его барыжество. «Пятьдесят граммов мефедрона. 27 апреля 50 граммов амфетамина». «Двести граммов мефедрона. Это у нас было 30 апреля вот на днях. То есть 22 апреля он 100 грамм заказывал, 19 апреля 50 грамм. Гашиша он заказывал, 18 апреля 50 грамм. 18 апреля мефедрона сотку заказывал. Так что в свете всего этого понятно, что запираться ему было решительно не с руки, а как раз на руку было бы чистосердечное признание, что он и изображал вместе с горячим желанием содействовать. В том же компьютере нашлись и адреса сделанных им лично трех свежайших закладок. Все три оказались на местах – на Чкалово, на Фрунзе и на Большакова. В последнем случае поимел место небольшой эксцесс. Местный житель встал на защиту родного дома от фотографирования без его высочайшего разваления. Большакова с правой стороны от подъездов, около облицовки здания, где нарисована эльфовая башня. На основании, на магните должен находиться магнит. Так, что тут подозрел в моем доме? Подожди здесь. Так. Надо думать, гражданин решил, что это тут наркоманы шарятся в поисках закладки. Насчет закладки он, конечно, угадал. А насчет наркоманов окарался. И его расчет на то, что незваные гости сдернут в панике от одного окрика, не оправдался. Даже двух оказалось мало. Вот, обнаружен сверток в черной изоленте с магнитами сзади, который, предположительно, в котором находится наркотическое средство. Так, один... Чего ты в моем доме фотографируешь? Всего на квартире и на трех закладках было изъято амфетамина 15 граммов, то есть 15 крупных размеров, мифедрона 155 граммов, то есть 62 крупных размера. Соответственно, обвинение магазинодержателю Евгению Андреевичу приявлено было за сбыт наркотиков в крупном размере, что стоит от 10 до 20 лет лишения свободы с возможным штрафом до миллиона рублей. И этот сюжет он смотрит уже, сидя в камере следственного изолятора. Откуда помогает следствию, как может. То есть ты готов сотрудничать? Да. То есть ты вину всю признаешь, раскаиваешься? Да. Спасибо. 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 Спасибо.